Всем привет! Вы на канале Вигук. Сегодня я вам покажу как приготовить американские панкейки и воздушные оладьи. Начнем с оладьев. Возьмите 250 грамм кефира, желательно достаньте с холодильника хотя бы за час, чтобы он был комнатной температуры. И вылейте в емкость там где будете замешивать тесто. Туда же добавьте одно куриное яйцо и перемешайте, чтобы оно разбилось. Во второй части видео я покажу как приготовить панкейки, а вы напишите в комментариях, вам больше нравятся панкейки или оладьи. Затем насыпьте 50 грамм сахара с небольшой щепоткой соли и пол чайной ложки соды. Размешиваем венчиком до тех пор, пока сахар не растворится. В конце постепенно добавляем 200 грамм муки, возможно вам понадобится немного больше или меньше, но в итоге тесто должно получиться довольно густое, как у меня на видео. После того как замешали, оставьте на 10-15 минут и потом перейдем к жарке. В сковородку налейте растительное масло и разогрейте ее на среднем огне. Ложкой аккуратно выкладываем оладьи, обжариваем примерно по 2 минуты с каждой стороны. Как только вы увидите маленькие пузыри на тесте, значит что пора переворачивать, они должны получиться золотистого цвета. Обратите внимание как они поднимаются, значит что будут нежные и воздушные. А сейчас перейдем к панкейкам. Первое отличие, это мы вместо кефира добавляем 380 грамм молока. 20 грамм растопленного сливочного масла. 60 грамм сахара. И одно куриное яйцо. Все взбиваем до тех пор, пока сахар не растворится. Затем 1 грамм соды гасим уксусом. Постепенно всыпаем 300 грамм муки. Тесто для панкейков должно быть менее густое, чем с салатами. И в самом конце добавьте 13 грамм разрыхлителя для теста. Также оставьте его на 10-15 минут перед жаркой. Сковородку для панкейков смажьте небольшим количеством сливочного масла. И выливайте тесто. Из-за того, что они готовятся на молоке, по вкусу будут похожи на нежный бисквит. Обжарьте по 2-3 минуты с каждой стороны. Тесто начнет покрываться маленькими пузырьками. И вы поймете, что пора переворачивать. На сковородке тесто поднимается не так сильно, как с салатами. Но по вкусу мне панкейки понравились больше. Хочу напомнить, что жарятся они практически на сухой сковородке. Иначе не получится такой румяный цвет. Панкейки советую кушать с медом. Ну а ладья, конечно же, с домашней сметаной. Спасибо, что посмотрели мое видео. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!